Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и хочу поговорить с вами про биткоин, фундаментал и про манипуляцию. Ребята, я такой вообще дивергенции между ценой и фундаменталом вообще никогда не видел. Между настроением толпы и ончейн показателями. Смотрите, стоило нам упасть вчера еще на 2000 долларов с 40 до 38, как такая паника просто началась, такое мясо в комментариях, в чатах, везде, что все, там скам и так далее. На самом же деле, у меня просто вообще не вяжется это в голове. Ну то есть круто, конечно, что нас так долго держат низко и дают нам закупиться, но реально это очень мало кто понимает, что нам просто дают подарки сейчас. Четырехчасовик, три желтые точки на сайфере, первая желтая точка вот в этой области, вторые две вот в этой области, то есть это говорит нам о том, что как минимум мы будем гораздо выше. Но это все ладно, смотрите, я о чем хочу поговорить-то с вами, об ончейне. Кстати говоря, на нашем втором канале, CryptoCommons 2.0, ребята перевели просто офигительное видео с GlassNote на 20 минут, вся ончейн аналитика по битку, обязательно его посмотрите, сейчас оно появится сверху. В двух словах там речь идет о том, что краткосрочные спекулянты скидывают монеты, а бы как, себе в убыток, в небольшой профит или в небольшой лосс, или в большой лосс, скидывают монеты, а кому они их скидывают, как вы думаете, правильно, долгосрочным ходлером. То есть, слушайте, это вообще, на самом деле, феноменальный момент, потому что тут и реализованной прибыли-то у нас не было такой, как была вот здесь. То есть люди сейчас просто скидывают, краткосрочные спекулянты выходят с рынка и продают долгосрочникам. А долгосрочники, вы думаете, для чего все эти монеты держат? Если краткосрочные спекулянты проигрывают и продают в минус, то долгосрочные ребята работают в плюс. Надо это понимать, потому что время на нашей стороне. Короче, посмотрите обязательно этот видос целиком, а я вам покажу другие фундаментальные моменты. Значит, ну, во-первых, вот этот индикатор с GlassNote MVRV Z-Score, он нам говорит о том, что биткоин сейчас очень сильно недооценен по сравнению со своей честной справедливой стоимостью. Ну, средней справедливой стоимостью, давайте так. Вот, посмотрите, каждый раз, когда этот индикатор был на таких лоях, это было локальное дно, как вот здесь, или глобальное дно, как это было вот здесь, на дне медвежьего рынка. Также вот здесь это было тоже дно медвежьего рынка, но здесь он чуть-чуть не доходит до зеленой зоны, поскольку мы в бычем, да? То есть это больше похоже сейчас на вот это вот, скажем, дно перед очень сильным движением. Или вот это вот дно, кстати говоря, после промежуточного пика. Ну, то есть, как бы мы по этой метрике, мы очень-очень недооценены сейчас. Потом, по индикатору Difficulty Ribbon, сетка сложности, посмотрите, какой интересный момент. Этот индикатор завязан на сложности майнинга. Мы выходим из зоны, где у нас голубая линия проваливалась вниз, и сейчас она поднимается наверх. То есть сетка сложности сжималась. Посмотрите, каждый раз, когда такое было в прошлые разы, это было вот здесь, перед очень сильным ростом. И это было вот здесь, тоже перед очень сильным ростом. И сжатие этой сетки сложности. Посмотрите-ка, мы только-только выходим из зоны сжатия. То есть каждый раз, когда мы были вот в этой зеленой зоне, где сетка сжималась, когда мы выходили наверх, начиналось очень сильное экспоненциальное движение. То есть сейчас, если вы посмотрите, весь вот этот вот bullrun до 60 тысяч, у нас особо и разжатия сетки сложности не происходило. Ну, разве что вот здесь, в моменте, когда мы стоили 40 тысяч. Потом, по модели stock-to-flow, в которую уже все перестали верить, но на самом деле это одна из самых рабочих моделей, соотношение запаса к потоку, мы вообще очень сильно недооценены сейчас. То есть наша средняя цена сейчас должна быть в районе 108 тысяч долларов. И как бы в bullrun мы обычно обгоняем эту модель, уходим сильно выше и потом корректируемся. Мы еще даже не перегнали и не ушли сильно выше этой прогнозируемой цены. Stock-to-flow deflection, отдаление от прогнозируемой цены по этой модели, показывает нам, что мы на all-time лаях. Мы никогда так далеко от этой средней прогнозируемой цены не находились. То есть, грубо говоря, вот она, максимальная дивергенция происходит сейчас фундаментала и манипуляции с ценой. То есть, что мы видим? Сентимент на рынке дико медвежий. Никто уже не верит ни в 100 тысяч, ни в all-time high, вообще ни во что. При этом цена биткоина к денежной массе, то есть цена биткоина не к доллару, а к печатному станку FRS, как мы видим, с учетом денежной массы, даже не переписала свой all-time high 2017 года. Посмотрите, то есть вот наши 20 тысяч долларов, а вот наши 69 тысяч долларов. То есть, даже сейчас мы все еще в медвежьем рынке с учетом печатного станка FRS, понимаете? С учетом вброса денежной массы, чтобы сейчас нам переписывать all-time high 2017 года, то есть те 20 тысяч долларов в покупной способности денег, это нам надо подняться на 148% от текущих значений. То есть нам нужно стоить сейчас 100 тысяч, 100 тысяч за биткоин, чтобы стоить те 20 тысяч. То есть у нас, грубо говоря, в 5 раз денежные массы вбросили за эти 4 года. Понимаете, какой расклад? При этом банально, что мы видим? Количество новых адресов в сети растет постоянно. Индекс страха и жадности при этом у нас тоже находится на отметках страха, 25%, практически экстремальный страх у нас держится. Как мы можем видеть, всегда обычно из этих зон мы отскакиваем в желтую, в зеленую, ну то есть с этих моментов и начинается рост у нас, практически всегда. Разве что за исключением вот этого вот момента, когда биток стоил 6 тысяч и потом упал на 3. Ну и то здесь был отскок в зеленую зону, чего мы пока... Ну, вы можете сказать, да, что вот это он и был, и что сейчас мы летим на пятнаху, геополитическая ситуация, нестабильность в мире, финансовый кризис, бла-бла-бла, все дела. Согласен, на этот случай всегда вы можете захеджироваться, например, драгметаллами, вы можете торговать золотом на бирже Femex, напоминаю вам, есть офигенная штука, называется золотые контракты. Вот, собственно, я на выходные чуть-чуть разгрузил, потому что, чтобы фандинг не платить за большое плечо, золото идет в бок. Но на прошлых выходных я вам тоже это говорил, и на позапрошлых, и вот у нас была отличная точка входа. Короче, золотые контракты – это наше все, пока на рынке не разбериха, если все будет падать, то золото будет тузамунить, сами понимаете. Поэтому кайф. Кайфовая биржа, на самом деле, тут и битком торгую, и альтами, и режим саб-аккаунтов тут есть для хеджирования, и интереснейшая функция bracket orders – это вы можете работать маркетмейкером внутри лонга, там, шортить, типа, и наоборот. Короче, посмотрите, обязательно обзор по этой функции, сейчас он появится сверху. Много криптовалютных пар они добавили, спот с нулевыми комиссиями. В общем, биржа прекрасная для всех, кто ищет альтернативу желтой бирже и не только. Ну и, естественно, ссылку вы найдете в описании, и по ней вы можете получить бонусами до 4 тысяч долларов, если положите соответствующие депозиты, там, в районе сотки. Но если вы положите меньше, то вы получите бонус меньше. Про бонусы можете узнать в поддержке у биржи или в русском телеграм-чате Femex, где, кстати, они разыгрывают прекрасные призы раз в неделю за прогноз курса цены в среду. Они разыгрывают торговые бонусы-призы, так что welcome, как говорится. Да, кстати, и тут же в описании все полезные сервисы по аналитике и графикам. Вот, собственно, GlassNote, Altizon Index, TRDR и вот CoinGlass. Давайте-ка запустим, отсюда посмотрим CoinGlass. Лонги против шартов. Что мы видим? Пятиминутка лонгуют, только на BitFenix шартят. 24 часа, чуть больше шартов. Но я по фандингу смотрю обычно. По ставке финансирования бессрочных контрактов видно, что больше сейчас шартят. И в линейной марже, и в инверсной больше народу шартят. И это видно здесь, ребята. То, что вы мне показываете там с Binance какие-то свои сводки, это вообще ни о чем. Вот, CoinGlass показывает сводки со всех бирж, и видно, что больше народу в шартах. Смотрите, при этом всем, при том, что у нас нереальный страх, паника на рынках, при этом всем, что мы видим, фундаментально, что количество новых адресов в сети растет, количество адресов с балансом выше нуля постоянно растет. И хешрейт, ребята, хешрейт сети переписывает свой исторический максимум, хешрейт биткоина. И в долгу это всегда очень-очень хороший фундаментальный показатель, ребята, потому что цена всегда идет за хешрейтом. Ну, то есть, это показывает нам, что сеть растет. Все больше и больше узлов ее поддерживают. Все больше людей пользуются. Посмотрите, как растет хешрейт Ethereum, например. Вообще, очень-очень устойчивый аптренд. Но, при этом, если мы посмотрим на хешрейт доучкоина, то здесь другая совершенно картина. Посмотрите, хешрейт доучкоина еще даже не переписал свой максимум 19-го года. Чтобы вы понимали, цена доучкоина за это время запампилась в 100 раз. То есть, что это нам показывает? О чем это нам говорит? Что памп цены доучкоина недавней – это абсолютно спекулятивная игра, которая не подкреплена фундаменталом. То есть, сетью доучкоин больше пользоваться не стали. Больше майнеров не подключилось, мощностей. Сеть остается на том же уровне. Но, конечно, хешрейт все равно выглядит по-обыче. Смотрите, как будто бы он сейчас будет пробивать all-time high. Но, как бы, памп цены был просто спекулятивный. Поэтому осторожней с доучкоинами. Но дальше по хешрейту просто начинается что-то крышесносное. Посмотрите, ну, хешрейт доучкоина и лайткоина практически идентично ходят, поскольку они майнятся одним алгоритмом и вместе дуал майнинг у них происходит. Посмотрите, хешрейт Ethereum Classic. Вот тут совсем другая ситуация. Он находится в бычьем тренде, несмотря на то, что монета после пампа уже сильно отпадала. Кстати, давайте на нее глянем. Ethereum Classic. Посмотрите, как он сильно скорректировался. Но при этом посмотрите, как он неплохо дал. Помните, здесь его тоже хоронили все по 4-7 долларов, кто тогда был на рынке. В итоге что мы увидели? Он улетел на 2500%, на 180 баксов. Тоже никто в это не верил. Здесь такие новости были, типа, 2 или 3 атаки 51% на сеть. Все говорили, что все, Ethereum Classic мертвый. И я к тому, что вот сейчас монеты типа Dash, BitCash, те, которые мы накапливаем, все смеются. Они же на самом деле вот здесь. Вы это понимаете, я надеюсь. И нас ждет вот это. Вот. Тем не менее, Ethereum Classic уже переписал свой исторический максимум, да, вот этот вот из 2018 года, и улетел сюда. И при этом очень сильно скорректировался. Посмотрите-ка, прямо до 200-го недельного мувинга. Кстати, посмотрите, как точно в 200-й недельный экспоненциальный мувинг мы уперлись и от него отбились на зеленые точки. Просто как по учебнику. Так что не финансовый совет, дисклеймер. Тем не менее, что мы видим по хешрейту? Ну, судя по фундаментальным показателям по хешрейту сети, мы сейчас в бычьем рынке, а не в медвежьем. Потому что, посмотрите, вот в 2018-2019 год, допустим, да, у нас был медвежий рынок, и хешрейт тоже падал. Сейчас мы видим, что хешрейт сети растет. Чего не скажешь о Bitcoin Cash. Здесь другая ситуация. Смотрите, здесь хешрейт, в принципе, все это время падал, еще даже особо расти не начинал. Ну, вот разве что в апреле, в мае прошлого года был небольшой всплеск, но тут же обратно его сдули. То есть хешрейт Bitcoin Cash, он на самом деле в накоплении сейчас. И на своих нижних отметках это нам говорит о чем? Что сеть, ну, никому не интересно просто сейчас. Но, опять же, в долгую надо понимать, что это как раз для долгосрочных инвесторов это и интересно. То есть это зона накопления, откуда в какой-то момент хешрейт начнет расти. Соответственно, интерес к сети и капитализации, цена тоже начнут расти. Поэтому тут вопрос таймфреймов. Если вы долгосрок набираете, инвестируете, присмотритесь к Bitcoin Cash. Чего не скажешь о манере. Посмотрите, у XMR хешрейт, он вообще, наверное, самый бычий из старых альтов. На этом сайте BitInfoCharts только старые альты. Но это и хорошо, потому что мы видим по ним уровни. Мы видим историю, видим мувинги по графикам старых монет. Потому что, смотрите, давайте откроем манера. Манера к Bitcoin с биржи Poloniex. Посмотрите, что мы здесь видим, что цена еще даже близко не переписала свой исторический максимум. Даже близко к нему не подобралась. А хешрейт, посмотрите, с тех самых пор вырос в 3,5 раза. То есть о чем это нам говорит, что сеть, интерес к сети растет, мощности сети растут. Все больше и больше майнеров подключаются и поддерживают сеть. А мы с вами знаем, чем больше майнеров, тем надежнее сеть. Но при этом этот интерес к сети еще никак не выражен в цене. Вы видите это сами, да? По графику, как мы видим. К доллару мы, конечно, уже сходили и немного перебили all-time high вот здесь. Но не в 3,5 раза, как кэшрейт. И скорректировались, кстати, тоже точно до 200 экспоненциального недельного мувинга. Посмотрите. Возможно, что это как раз та точка, которую мы будем потом вспоминать. Как лучшая заходная. Но при этом, да, у нас тут вот money flow немного выходит в красную зону. То есть смешанные сигналы сейчас в краткосроке. Но смотрите, all-time high мы переписали только к доллару. И скорректировались после этого на 70%. После всей этой ситуации с Китаем, с Казахстаном, когда майнеры массово начали отключаться. Когда биток упал на 50%, многие альты упали на 75%. Но к биткоину, посмотрите, мы еще даже шевелиться не начинали. То есть понятно, что биткоин за эти несколько лет вырос в несколько раз, в 5-10 раз. А альты просто отставали. При этом смотрите, что у нас сейчас происходит. Желтая точка на недельном сайфере к биткоину. После гигантского дивера. То есть это нам говорит о том, что это, возможно, лучшая зона для покупки манеры сейчас. Но, естественно, он может сходить еще ниже, там поконсолидироваться полгодика и потом выстрелить. Но в долгую эта точка для покупки, скорее всего, будет очень хорошая. Просто надо это понимать. У манера один из самых-самых бычих хешрейтов, на мой взгляд. Просто посмотрите на этот график. Вот, Zcash давайте посмотрим хешрейт. Zcash тоже достаточно бычий хешрейт. Посмотрите, он по сравнению с 2018 годом тоже вырос вообще аж в офигеть. В 8 раз. В 8 раз. И посмотрите-ка, сейчас он подбирается уже вплотную к своему all-time high апреля 2021 года. После коррекции. То есть, судя опять же по графику хешрейта, это показывает нам, что сеть растет. И интерес к сети растет, все больше и больше мощностей подключается. Давайте глянем график Zcash, график его цены. Что мы здесь видим? Что в цене это еще, ну, никак, мягко говоря, не отразилось. У нас не переписан ни high из 2018 года, ни локальные вот эти вот high 2021 года. У нас есть вот такое нисходящее сопротивление, которое после того, как мы пробьем, в принципе, дорога на Луну будет открыта. Zcash к биткоину то же самое, на самом деле, если мы посмотрим. О, тут нарушается вообще вся история с сеткой SuperGoopy, потому что его без примайна вбросили на листинге. Смотрите, здесь тоже была желтая точка вот в этом месте, и мы ниже не опустились, и прошел год. То есть, мы сейчас все еще возюкаем по этому дну, с которого очень, вероятно, мы сильно отстрелим. Потому что, еще раз вам говорю, хешрейт очень бычий у Zcash. Давайте посмотрим хешрейт Dash. Хешрейт Dash, ребята, гораздо более волатильный, как и монета, и более спекулятивный, посмотрите. Хешрейт Dash отбился на дне своем. Летом 2021 года отбился, нашел дно ровно в той точке, где у него был пик в 2018 году, посмотрите. И с этого пика, с этого дна мы уже вырастали в 3 раза. То есть, в принципе, это показывает то, что тут еще потенциал огромный. И тоже, смотрите, у нас в целом бычий тренд наблюдается. То есть, видите, хешрейт в долгую все равно растет. И за собой он цену обязательно потянет. Это вопрос времени и вашей усидчивости. Рынок, конечно, в этот раз очень сложный, бычий рынок. Потому что реально мало у кого терпения хватает такие просадки высиживать и докупать. Но, ребята, это того стоит, поверьте мне. То, что будет дальше, даст свои плоды. По Dash, что я могу напомнить, что вот в логарифмическом канале на глаз, мы находимся на дне этого канала. И в какой-то момент, когда мы начнем тузэмунить, у нас потенциал роста здесь, ну, один из самых больших по, в принципе, по всем старым альтам. Это, там, 10 тысяч процентов, грубо говоря, даже больше. Это мой план игры по Dash. Вы смотрите сами, как хотите. Дисклеймер, не финансовый совет. Короче, вот такая вот информация, друзья. Если вам было полезно и интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. Пишите в комментариях, что вы думаете. Сегодня рассмотрели старые монеты. По новостям, что могу сказать. Многие сейчас говорят, что хакнули площадку OpenSea, NFT, крупнейшую площадку, да? Но на самом деле, по-моему, нифига ее не хакнули, а просто рассылают какие-то фишинговые штуки по e-mail, что люди ведутся и, там, сдают свою конфиденциальную личную информацию. В общем, пока ничего не подтверждено. На самом сайте OpenSea они пишут, что все нормально, только аккуратнее, типа, с фишинговыми историями. Так что всегда перепроверяйте адреса сайтов и кошельков и биржи везде, где вы заходите. Ни в коем случае не качайте никакие левые e-mail'ы и так далее и тому подобное. В общем, ребята, очень интересные штуки происходят. При этом мало кто говорит о старых монетах, мало кто их, на самом деле, форсит и накапливает. Все говорят о новых монетах. Там Avalanche, я не знаю, что там еще, Solana, тот же Matic, который уже не такой новый. Но в основном, короче, говорят о тех монетах, которые на относительных хаях уже. Поэтому, ребят, если вам интересен мой анализ по этим монетам, напишите в комментарии, поставьте лайк, мы их разберем в следующий раз. И Manu тоже, и что там еще, Sandbox, Solana и так далее. Но в двух словах вы знаете мое мнение. Им есть куда падать. Они, конечно, могут еще подрасти, могут, но в целом им есть куда падать. Поэтому аккуратней с новыми монетами, а старые, которые валяются в зоне накопления, мой вам не финансовый совет, дисклеймер, подбирайте, потому что они обязательно сделают так, как сделал ETH Classic и как сделал Dogecoin. Просто вот такой вот Short Squeeze дадут, и вы охренеете. Так что, вот такие вот дела, друзья. Я жду очень сильный отскок. Я продолжаю находиться в своих лонг позициях, которые где-то в плюс, где-то в минус. В целом в плюс. Продолжаю аккумулировать на спот, выводить на Ledger, чего я вам желаю. Все ссылочки в описании. С вами был Гриня. И дожидайтесь ракеты, ребята, дожидайтесь ракеты, потому что мы с вами вот здесь, и, скорее всего, уже где-то вот здесь. И, ну, просто как только вы продадите, то вы пропустите вот это. Это классика вообще жанра. Все, всем профитроли, спасибо, что досмотрели, и скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok